В девятый раз фестиваль «Живая глина» собрал на Саровской земле лучших мастеров керамики, создателей глиняных изделий. Более 700 конкурсных работ приехали из Нижегородской, Московской, Костромской, Владимирской, Свердловской и даже далёкой Иркутской области. Они представлены богатой палитрой номинаций. Мелкая пластика, народно-художественные промыслы, декоративное панно, лепка из солёного теста и нетрадиционных материалов. Интерьерная керамика, вазы, сосуды, сервизы, изразцы и ассортии. Масштаб работ, который был выставлен на выставке, он просто потрясает. Жюри работать было не очень просто, потому что если, допустим, на восьмом фестивале было представлено более 300 работ, то теперь, как вы уже слышали, представлено более 700 работ из различных уголков Нижегородской области и из-за её предела. Более двух тысяч человек посетило выставку фестиваля. Люди приходили по одному и с семьями, целыми классами и организованными группами. Для всех желающих керамисты детской школы искусств номер два проводили мастер-классы. Итоги областного фестиваля подвели в актовом зале школы. На сцене чествовали мастеров со всей области. Худостная школа города Сарово меня воспитала. То есть я теперь директор худостной школы города Костромы. Соответственно, Сарово я люблю. И мы теперь приезжаем на вот эти фестивали. И очень благодарны организаторам, что у вас есть такой фестиваль, и вы продолжаете развивать издачу. Набор работ, представленный на сегодняшней выставке, он уникален. Во-первых, работ много. Во-вторых, они все очень яркие. И вот по большому счету, вот это первое, второе, третье место, диплом участника, это, ну, мало значащий факт, потому что каждая из ваших работ включает теплоту вашей души, вашу любовь к искусству глины, к керамике. Спасибо вам, дорогие наши гости, за то, что вы приняли участие в нашем фестивале. Завершили торжественную церемонию памятной фотографией. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.